Всем привет! Уже завтра, завтра, во вторник играет сборная России со сборной Мальты. Это отборочный матч к чемпионату мира в Катаре. И пока сборная России идет на первом месте. Правда, в сборной Хорватии столько же очков, сколько и в сборной России, да, но полученная разница, сборная России обходит Хорватию. Да, это надо учитывать. То есть, если бы это был, вот сейчас, прямо сейчас завершился турнир, да, то сборная России вышла на чемпионат мира напрямую. Ну, перед тем, как делать прогноз, да, на этот матч, а я его сделаю, именно на мой взгляд, прогноз будет хороший. Вот, прежде я хочу поговорить о перспективах сборной России, потому что вот половина игр уже состоялась, да, сейчас экватор отборочного турнира. Вот, и что тут у нас предстоит? Ну, на мой взгляд, да, ребят, на мой взгляд, среди всех отборочных групп от Европы у нас самая слабая группа. Вот, потому что Хорватия, ну, откровенно сказать, мертвая, блядь, вообще никакущая. Такую Хорватию можно обыгрывать. Если бы у нас была в группе, там, Франция, там, Испания, Бельгия, Германия. Вот это был пиздец. А у нас, в принципе, Хорваты. Хорваты, которых игры ни хера нет сейчас. Мы с ними сыграли еще 0-0 в Москве. Вот, и что я думаю? Я думаю, что надо выходить с первого места. Это единственный наш шанс выйти на чемпионат мира. Со второго места мы не выйдем. Ну, если мы займем второе место, то нам придется играть в стыках. С какой-то другой командой, занявшей второе место, да, и мы не пройдем с такой игрой, которая у нас сейчас, да, с такими игроками, которые у нас сейчас, мы не пройдем. Тут единственный шанс за счет слабых Хорватии умудриться занять первое место. Вот, и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира. Потому что второе место, ну, блядь, нихуя. Там шансов, шансы практически нулевые, потому что команды там более-менее, ну, слабые мы. Слабая, слабая Россия сейчас, очень слабая по игрокам, да. Вот, там уже могут попасться кто угодно. Кстати, интересно, если Украина займет второе место, и мы займем второе место. Мы же не сможем играть друг против друга, да. Вот, а хотя УИФА может разрешить. Вот это, блядь, пиздец, война будет. Вот, поэтому я вот подумал, подумал, надо, конечно, выходить с первого места. Реально ведь сборная России выходить с первого места? Ну, 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 наверное, я еще бы неделю назад сказал бы, да ебать, какой выход там, вы ее ебнули, что ли. Сейчас я посмотрел на Хорватию, и реально можно с ней ничего играть, или даже выиграть там. У Карпина будет время. У Карпина будет время, чтобы подготовить команду. Вот, и с этой Хорватией можно играть однозначно. Вот, ну, чтобы сыграть с Хорватией в последнем матче, а матч между Хорватией и Россией, который пройдет в Хорватию, и он будет последним, я думаю, решающим. Нужно еще дома обыграть Словакию, нужно на выезде еще обыграть Словению. Вот, ну, я думаю, Кипр мы дома обыграем. Вот. Но если так получится, что мы обыграем и Словению на выезде, и Словакию дома, да, и Кипр, вот, наберем 100 очков перед матчем с Хорватией, вот, то, и если Хорватия тоже 100% очков наберет, я думаю, что в Хорватие 100% очков наберет, то в последнем матче нас будет устраивать ничья. Вот, ну, это вот хуй знает. Сможет ли Россия там сыграть ничью? Ну, а если мы потеряем где-то очки, ну, допустим, со Словенией ничью сыграем на выезде, что вполне реально, да, вот, то нам придется тогда у Хорвата выигрывать. Ну, что уже нереально. Вот, в общем, такие расклады, расклады такие, что если мы в трех следующих матчах набираем максимальное количество очков, да, ну, у нас есть еще шанс с Хорватой. Если набираем, ну, уже будем готовиться к стыкам. Вот такие расклады. Ну, повторяю, тут единственный шанс, в нашей сборной вытянуть чемпионат мира это через первое место. Все, бля. Во второе там, ну, через стыки мы не пройдем. С таким составом, в общем-то, там ловить нехуй. Вот, теперь по матчу Россия-Мальта. Ну, что, вы все знаете про Мальту всю эту историю, что Кипр ебнуло 3-0. Последний матч проиграли, по-моему, они, кому они проиграли-то? По-моему, Словени проиграли, Словакии. Я вообще не различаю эти команды, если честно. Вот, 1-0. Но там на выезде Мальта проиграл 1-0. Но, там, гол Мальты не был засчитан. По-моему, офсай был. Вот. И еще ворота Мальты на 90-й минуте били пенальты. Не забили. Вот. Ну, а сборная России под руководством Черчесова обыграла Мальту на выезде с счетом 3-1. Там, в принципе, все было легко сначала. 2-0 сборная России провела. Легко-легко. Так буднично. А потом Хуэкс. Гол пропустили. И могли и второй пропустить. Вот. Но все равно выиграли 3-1. Вот. Ну, я считаю, что сборная России тут выиграет вообще без вопросов. Крупного счета, я думаю, не будет. Счет, что-то типа 2-0. Да? Чем отличается, допустим, команда Черчесова от Карпина? Ну, наверное, тем, что Карпин больше уделяет время обороны. Наверное, так. У меня более часто будут счеты счета типа 1-0-2-0-3-0-1-1-0-0-0. Вот. Типа такого. Вот. Исходя из этого, у меня прогнозы ставка очень простая. Это победа... Россия победит и не пропустит. Коэффициент 1-74. Эта ставка я нашел на Бэтсити. Ну, аналогично этой ставке. Это такая же ставка. Это вот сухая победа России. Это то же самое означает, что и Янского. То есть, сухая победа России или там Россия победит и не пропустит. 1-74 коэффициент. Почему? Я считаю, что Мальта не забьет. Не знаю. Ну, оборона у нас, конечно, пиздец. Мне кажется, на выезде Мальта так сильно играть не будет. Все-таки Карпин, он больше больше думает о в обороне. Поэтому, я думаю, там будет счет 2-0. Ну, может 3-0. Все. На этом все закончится. И может 1-0-0-2-0. Я думаю, вообще 1-0-2-0. Что-то такое будет. Может 3-0. Максимум. Вот. И я думаю, Россия не пропустит. Вот такая у меня ставка. Повторяю. Моя ставка – это победа России. Победа России победит и не пропустит. Коэффициент 1-74. Смотрим матч. Болеем, конечно же, за Россию. И надеемся, мы выйдем на чемпионат мира. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!